Здравствуйте, дорогие друзья! Я вновь вас приветствую в программе «Салон по изучению Библии». Я очень ценю интерес к этой книге в сердцах людей, и когда есть время, выделяется оно специально для того, чтобы спокойно сесть, не отвлекаться ни на какие телефонные звонки, ни на какие компьютерные состояния, а жить под фокусом неба и с этим фокусом проникнуть в себя. Такого рода работа, она обязательно даст свой плод, когда человек начинает изучать себя при свете Божьего Слова. Слово Божье называется светильником для ноги, и вы знаете, как опасно ходить во тьме без светильника. Но если нога освещена, то мы видим путь, по которому идти. Еще один текст Писания, который связан со светильником, о нем сказал Соломон. «Светильник праведника весело горит, а вот светильник те, кто ругает отца и мать, те, кто их поносит, погаснет среди глубокой тьмы». Посмотрите, как опасно оказываться вот в таком состоянии положения. И ведь человек выбирает свою будущность сегодня. И тогда, когда кажется, ну, я сейчас расстроен, у меня сейчас нет силы удерживать там свой язык, я разгневан, там еще как-то, и под руку попались, может быть, престарелые родители, может быть, еще. И сейчас они не такие, как они раньше были в адеквате, а сейчас, может быть, уже в престарелом возрасте и разум не тот, и память не та. Но Господь предупреждает, чтобы отца и мать в престарелом возрасте оставить в почтении, когда скудеет сила, когда скудеет разум. Прямо предупреждает через Соломона об этих вещах. Поэтому, друзья, надо реально понимать, что мой светильник взгребает, а что его погасит. И, соответственно, мы сейчас уже это делаем, даже с учетом той притчи, о которой сказал Христос, о пяти мудрых и пяти неразумных девах. Тогда, когда светильники у всех были, и даже они горели, и даже все могли их поправить, когда проснулись, но внутри не хватило масла. У кого-то. А у кого-то хватило. И наличие масла определяется той ценой, которую мы могли положить на его приобретение. И те, которые просто видят, ну, горит и горит, либо те, которые подкладывают, что называется, туда добавку, добавляют это масло, чтобы горел весело. Светильник праведника горит весело. И поэтому, если ты видишь или чувствуешь в своем сердце, что чувствовал Иов, и не просто ему сострадаешь и понимаешь его, а сам имеешь такие же состояния своей жизни и личности, как безысходность, то надо обязательно проверить масло в сосуде. Светильник мой почему стал гаснуть? Почему передо мной стала тьма распространяться, а светильник, наоборот, уже мне не указывает путь? Это очень важный сигнал. Это, знаете, когда мы говорим о боли в теле, то боль — это не причина, а боль — это сигнал, чтобы обнаружить причину. И то же самое здесь. Когда ты чувствуешь, погружаешься во тьму, задай Богу вопрос, почему я погружаюсь в безысходность, в печаль, когда, да, может быть, какая-то ситуация сложилась не так, как я рассчитывал, но Бог мой на троне, я в заветных отношениях, Божье Слово мне принадлежит в его во всех обетованиях, Господь говорит мне о наследстве, чтобы я мог овладеть им и так далее. И вот тогда, когда предмет радости-то остался незыблемым, но что-то смогло украсть, потому что вот то, что я когда-то давно слышал или мог забыть, и не могу сейчас опереться на это, потому что не культивировал, не умножал масло, то тьма начинает поглощать, и можно быть в этой опасной зоне без понимания, куда идти. Вот что, в принципе, чувствовал Иов, и мы сейчас можем прочитать завершение речи Иова, завершение 17 главы, двумя стихами. «Где же после этого надежда моя? И ожидаемая мною кто увидит? В преисподнюю сойдет она и будет покоиться со мною в прахе». То есть опять по словам Иова мы видим совершенную безысходность, и он все их аргументы не принимает, но и для себя не видит пути, по которому идти. Поэтому я не знаю, на каком уровне сейчас находится твоя душа, либо рядом находятся люди, у которых что-то похожее вы можете чувствовать, то вопросом упреков не поправишь человека. Путем обвинения не сможешь его вывести оттуда, а путем перефокусировки возможно. Например, часто мне приходилось говорить с людьми как о состоянии сердца с учетом Царства Божьего, потому что Царство Божьего внутри нас есть. И это Царство определяется хорошими четкими параметрами – праведность, мир, радость во Святом Духе. И это та платформа, с которой мы легко выигрываем, та платформа, которая в Царстве Божьем, из него мы можем наступать на змеев, скорпионов, на всякую силу вражью, то есть атаковать врага, а не отражать только атаки. С этой позиции мы неуязвимы. Поэтому дьявол сначала нашу позицию пытается расшатать, забрать радость, забрать мир, а потом праведность. И тогда, когда человек оказывается не в Царстве Божьем с учетом внутреннего мира, а вытащенным оттуда, то тогда он легко может уже его сразить враг. Соответственно, мы видим, что Иов вот на эту повелся где-то, на эти состояния. И да, еще, может быть, не шла речь о Царстве, о котором мы говорим уже в Новом Завете, но все равно узнал Бога, он его слышал, он с ним имел отношения, а сейчас все как бы рухнуло. Он пытается понять и услышать, но не слышит. Даже обвинение начинает говорить в адрес Бога, но это ему не дает успокоения, а друзья только еще большего начинают обвинять. Поэтому он видит вот такую перспективу без перспективности, как бы это странно ни звучало. И поэтому, если кто-то себя начинает так ощущать, проверь на этот предмет. А что происходит с моей жизнью, с моей внутренностью после того, когда я оказываюсь в обстоятельствах неблагоприятных? И если мы начинаем себя на этом обнаруживать или, как бы, знаете, взвешивать, по таким сигналам потеряна радость, потерян мир. И поэтому, когда я общаюсь с людьми, я говорю, как давно вы радовались? А чему радоваться? Очень часто слышишь вот эти фразы, потому что ведь уже обкрадано очень много. А чему радоваться? Давайте, друзья, понимать, что радость наша, если она зависит от внешних параметров, то она будет постоянно дрейфовать. Она будет атакована. Но если радость наша от тех параметров, о которых говорил Христос, радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Поэтому что бы ни происходило в этом мире, что бы ни происходило с тобой, даже с самыми близкими людьми, радость о том, что имя записано на небесах, оно выше всего. И ты можешь об этом радоваться. И что эти дни, как бы они не были там скорбные, печальные, но они когда-то закончатся. А вот небесная перспектива тебя ожидает. И поэтому мы можем радоваться о том, что нас ожидает. И посмотрите, мы царство тогда сохраняем внутри себя. А когда радость отдали, то тогда мир уже легко атакуется дальше. Тогда ты начинаешь жить в беспокойстве. То есть отдаешь покой, как стабильность своего сердца. И поэтому, если царство Божье является ценностью, сохраняя его, невзирая на лица, невзирая на состояние того, что переживают вокруг тебя или меня люди, но сохранять понимание. Бог на троне. Он не ушел никуда. Он не потерял нас из виду. Он знает, что происходит на планете Земля. Он никому не отдаст под раздачу эту землю, которую он сам сотворил. И если какие-то события и происходят, то для того, чтобы наоборот собрать снопы на таку, для того, чтобы люди поняли, что мы-то сегодня не можем повернуть этот ракурс на земле общественного взгляда, который сформирован был многими годами на развратную позицию, на такую беспринципность и на безнравственность. Но Бог может. И поэтому я могу радоваться, что Господь знает, как это сделать. Я не знаю как, но я знаю, что может. И поэтому, доверяя Ему, я могу продолжать сохранять мир и о своих близких и родных, которые рождаются на эту землю. И думаешь, в какое время они рождаются. И можно жить в панике. А можно говорить, Господь, Ты знал, что они родятся в это время. У Тебя есть для них план. И Ты точно его осуществишь. И вот видите, стабильность Бога в нашей жизни, это стабильность царства внутри нас. Поэтому можем это не отдавать и лучше и, естественно, важнее это не отдавать. Божье царство внутри нас. Есть в смысловом переводе тоже некоторые тонкости. И тогда где же надежда на Всевышнего? Вот и на самом деле. Проверь, а надежда на Всевышнего у меня где? На каком уровне? Я отдал фактам все права? Либо я все-таки факты подчиняю истине? И потому говорю, как говорили друзья Даниила, Сидрахми, Саха, Абдинага, «Силен наш Бог спасти нас от огня. Но если и этого не будет, мы Тебе, царь, не поклонимся и Твоему истукану». И вот это то, что нам надо сегодня проверить как стержень внутри себя. Потому что будет буквально вскоре предложение поклониться зверю, поставить печать на руку или на лоб, чтобы было за что покупать и продавать. Потому что людей поставят такую безысходность по-человечески, что это нереально. И поэтому мы сегодня с вами, во-первых, ожидаем о Вознесении Церкви, говорим. Но, во-вторых, и для тех людей, кто останется на этот период скорби, очень важно понимать, вот то, что говорили тогда друзья Иова, и на самом деле их Бог спас от огня. Но от перспективы, которая будет предлагаться человеком греха, как мы его называем антихристом, то там избавления в физическом плане не будет. Но пройдя через вот эту страшную, казалось бы, перспективу, но спасение человек утвердит в своей жизни, а не потеряет. Соответственно, и тогда где же надежда на Всевышнего? Есть надежда на Всевышнего. Он точно знает, где мы оказались и по какой причине. Может быть, беспечно проводили жизнь, и потому оказались на период скорби здесь. Может быть, еще какая-то причина. Но пусть стержень веры в тебя сейчас будет вставлен. И кто увидит вместе со мной ожидание мое? В преисподнюю сойдет оно вместе со мною, и погибнет там на радость врагу. Не будем давать радость врагу. Это от нас сегодня зависит, друзья. Враг пугает. Враг на самом деле что-то может сделать, и Христос предупредил. Не бойтесь тех, кто может умершлять тело. Но бойтесь того, кто может и душу, и тело веркнуть в гиену огненную. Я верю, что Господь нас желает, чтобы никто не погиб, но все достигли познания истины. Но в это время, непростое время последнего времени, мы не можем говорить просто ласковые слова, которые будут ласкать слух, которые будут убаюкивать. Знаете, все будет отлично, все будет хорошо. Друзья, в этом сезоне, где мы находимся, все будет меняться, и с физического мира не в лучшем ракурсе. Но в духовном плане у нас есть перспектива с Богом всегда быть победителями, даже при физическом, может быть, отлучении с телом. Потому что и таких миссионеров сегодня мы знаем в разных мусульманских странах, и вообще в странах, там, в Индии, где могут убивать. Но эти люди остаются твердыми в своей позиции, и они вечно живы, потому что у Бога все живы. Поэтому ценности, которые нам надо рассматривать сейчас, они очень серьезные, они очень кардинальные, когда мы выбираем жизнь через смерть к жизни, если придется делать такой выбор. А не в том, чтобы любыми путями остаться здесь в физическом теле, даже хотя бы на какой-то срок. Но мы уже видим, что если пришла эта пора, то останется всего три с половиной года до завершения человечества. И поэтому, насколько тебе важно прожить как рабу три с половиной года, либо все-таки перейти в вечность и быть спасенным человеком. Поэтому я хочу, друзья, говорить о серьезных вещах с учетом того, что Бог нас об этом предупреждает, и надо на это смотреть зрелыми глазами и сейчас уже с Ним об этом говорить. И если Он что-то нам предназначил, Он с нами пройдет эту дорогу, Он даст на это силы, Он укрепит, главное быть с Ним, а не отвернуться от Него и не огорчиться, не обидеться на весь мир и так далее, а быть с Богом в доверии Ему. Об этом я хочу и помолиться. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Ты дал нам понимать и знать, что мы живем в последнем сезоне, в последнее время, и Он такой непростой, Он с такими вызовами, на которые надо очень серьезная зрелость. Но как многие люди, они пропустили время сбора питания, чтобы душа была крепкой, пропустили время и ушли в беспечность. А сейчас уже сезон наступил, сейчас уже надо противостоять тем искушениям и обольщениям, которые пришли на эту землю, через ложь, через ненависть, через манипуляции и провокации, которые сегодня по всему миру происходят. И как будто бы здравый смысл ушел куда-то погулять. Прости, Господи, за то, что мы сейчас можем это обнаруживать, но только Ты один знаешь, что надо с этим делать. Как вернуть здравомыслие обществу, как вернуть позицию победителей в общество, как вернуть здравый смысл народу, как пробудить людей к этому смыслу. Поэтому помоги нам это сделать, быть набатом и голосом, как Ты сказал, о, Вы напоминающие о Господе, не умолкайте. Поэтому я хочу не умолкать, доколе не расцветет и этот день до полного дня, доколе и молодые люди, и пожилые, и люди средних лет в активной позиции, но узнают, что активность, она должна быть в правильном русле, в правильном направлении, а для этого направления надо получать от отношений с Тобой. И поэтому я благословляю людей найти эти отношения, встать на твердом основании и быть людьми, знающими трубный зов, о которых Ты сказал, блажен народ, кто знает трубный зов. Мы принимаем эту часть блаженства с данным народом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова